Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Меня зовут Рик Реннер. Добро пожаловать. Я ждал вас и верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Слова Божьего. Мы говорим о том, как выжить и одержать победу в любой жизненной ситуации, о том, как не только уцелеть, хотя посреди ожесточенного сражения порой это единственное, о чем мы думаем, но Бог приготовил для вас нечто большее. Бог желает, чтобы вы вышли победителями из любой ситуации. Когда мы читаем 2 Тимофей, мы видим, что Тимофей попал в затруднительное положение. Я бы сказал, что он находился на поле боя. В этот период государством правил человек, одержимый злым духом, который стал инициатором гонений на христиан, захлестнувших всю страну, и особенно крупные города Римской империи, в числе которых был Ефес. И верующие Ефеса на себе ощутили всю тяжесть гонений. В это время Тимофей находился в самом пекле сражения. В жизни каждого из нас есть свой личный нейрон. Это может быть несговорчивый родственник, возможно, у вас проблемы на работе, что-то случилось в церкви, это могут быть семейные неурядицы, проблемы в браке, нехватка денег или проблемы со здоровьем. И вам кажется, что всё против вас. 2 Тимофею адресовано именно вам. И если вы будете чётко следовать его советам, то вы узнаете, как выжить и одержать победу в любой жизненной ситуации. В программе номер 1 мы изучали исторический контекст 2 Тимофея. Если вы её пропустили, посмотрите её на нашем сайте. Она даст вам совершенно новое понимание Нового Завета. В программе номер 2 мы узнали, что наряду с благодатью и миром Бог приготовил для нас особую меру милости для преодоления трудностей. И в третьей программе мы говорили о том, как возгревать данный вам Божий дар, когда враг атакует, и мы чувствуем на себе давление извне. Подчас нам начинает казаться, что тот дар, который мы получили, начинает угасать, что огонь уже не такой яркий, но мы всё ещё можем его разжечь. И это то, о чём мы говорили в прошлый раз. Повторюсь, что если вы пропустили программу, вы можете посмотреть её на нашем сайте. В ней содержится ряд конкретных, простых, практических шагов, которые вы можете предпринять. Бог дал вам кочергу, что-то, что вы можете сделать, какое-то действие, которое вы можете предпринять, чтобы разжечь данный вам Божий дар. Это то, что вам нужно. Обязательно посмотрите её на нашем сайте. А в сегодняшней программе вы узнаете о том, что Бог дал вам верное средство, которое поможет вам преодолеть все трудности. Это проверенное средство, которое поможет вам найти выход из любой ситуации. Сейчас давайте прочитаем 2 Тимофею 3.1. Как мы уже знаем, в это время в жизни и в служении Тимофея сложилась очень сложная обстановка. Он находился в зоне сражения. Но когда мы читаем 2 Тимофею 3.1, мы видим, что Дух Святой говорит о последних днях. То есть, по сути, Он описывает то время, в которое мы живём. Послушайте, как Дух Святой описывает происходящее в наши дни. Это 2 Тимофею 3.1. Здесь сказано, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». По-гречески слово «знай» очень выразительное. Такое чувство, что Дух Святой хочет вас встряхнуть. Он говорит, «Знай, твёрдо знай и будь абсолютно уверен. Тебе крайне важно это знать». После чего Он сообщает нам о том, что именно нам необходимо знать о последних днях. И запомните, что Бог преследует своей целью, не напугать, а подготовить нас. Подготовить к чему? Он говорит, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Где слово «тяжкие» — это очень интересное греческое слово, которое описывает что-то крайне опасное и рискованное. Причём это что-то настолько опасное и запряжено с таким риском, что если вы окажетесь неподалёку, то вы, скорее всего, будете ранены. А стало быть, вам лучше этого избегать. Позвольте мне привести пример употребления этого слова. Оно встречается ещё только в одном месте Писания. Это Евангелие от Матфея, 8 глава, 28 стих. Это единственный раз, где оно упоминается. Матфея 8, 28. Здесь сказано, «И когда Он, Иисус, прибыл на другой берег в страну Гиргизинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путём». Выражение «весьма свирепые» — это греческое слово «калипос». Это то же самое слово, которое во 2 Тимофею, 3, 1, переведено как «тяжкие», а в данном случае переведённое как «весьма свирепые». В этом месте Писания это слово описывает что-то настолько опасное, рискованное, дышащее злобой, грубое и жестокое, что в Библии сказано, что «никто не смел проходить тем путём». Другими словами, эти бесноватые вели себя так агрессивно и представляли такую серьёзную угрозу, что люди старались обходить это место стороной, в результате чего оно превратилось в тупик. Образно говоря, там не ступала нога человека, потому что невозможно было ненавать этот опасный участок и остаться невредимым. И это то же самое слово, та же мысль, которая находит своё отражение во 2 Тимофею, 3, 1, где Дух Святой описывает то время, в которое мы живём, говоря о последних днях. А что он нам говорит? Давайте прочитаем это ещё раз. 2 Тимофею, 3, 1. «Знай же» — это греческое слово «геноска». Твёрдо знай. Ты должен это знать. Крайне важно, чтобы ты это понимал. «Знай же». Имей чёткое представление о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Где слово «тяжкие» — это то же самое слово «калипас». Из значения слова «калипас» мы можем заключить, что последние дни будут опасными, трудными, пугающими своей неопределённостью. В это время у многих людей возникнет ощущение тупика, из которого нет выхода. А в продолжении 3 главы 2 Тимофею апостол Павел под вдохновением Духа Святого описывает современное общество, живущее в последние дни, то есть те дни, то время, в которое мы живём. И, судя по всему, времена действительно будут тяжёлыми, а люди всё более несносными. Когда меняется общество, меняется культура, меняются взгляды, меняется мораль, нам предстоят трудные времена. И, кстати, ни для кого не секрет, что это уже происходит. Раньше такого не было. Мир стремительно меняется на наших глазах. И Дух Святой говорит, «Тимофей, если ты думаешь, что в твоей жизни наступили тяжёлые времена, ты только послушай, что ждёт верующих в последние дни. Вот кому действительно придётся туго. На их долю выпадут халипос, невероятные тяготы и испытания по всем фронтам». Далее, в 13 стихе он пишет, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Тем самым Дух Святой хочет сказать, что даже если в церкви наступит пробуждение, то в мире всё будет становиться только хуже. Зло активизируется, темнота сгущается, а на поле боя разворачивается ожесточённое сражение не на жизнь, а на смерть. И какие же должны быть наши ответные действия? Есть ли какое-то средство, какая-то методика, что-то, что поможет нам пройти через эти трудности? В 14 стихе Павел чётко и ясно отвечает на этот вопрос. Вот что он пишет, «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Он говорит о Божьем Слове. Павел пишет, что Божье Слово является тем ориентиром, который поможет нам преодолеть любые трудности. «Прибывай в Слове». Кстати говоря, он так и сказал, «Прибывай». Это греческое слово «мено», означающее твёрдого, решительного человека. «Это моё место, я не дрогну, не отступлюсь, не поддамся и не сойду со своего пути». И здесь Павел напоминает Тимофея о том, как важно всегда иметь перед глазами Божье Слово. Что бы ни случилось, будь то в семье, на работе, в церкви, со здоровьем или в окружающем мире, неважно, что происходит вокруг или как меняются обстоятельства, ваша позиция должна оставаться неизменной. Что я и дальше буду твёрдо и решительно пребывать в том, чему научен. Где научен, это греческое слово «монтано», которое описывает прилежного ученика, студента, и имеет общий корень со словом «ученик». Это человек, верный библейскому учению. Тот, для кого библейское учение не просто некий вымысел или увлечение, но это то, чему он себя посвятил. Он посвятил этому всю свою жизнь. И сейчас Павел просит Тимофея, во-первых, пребывать в том, чему он был научен, твёрдо и неукоснительно следуя библейскому учению, и чтобы он, как прилежный ученик, постоянно обучался и пребывал в слове. Далее в 15 стихе он продолжает и говорит, «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение». Ведь слово «умудрить» — это греческое слово «софос», которое означает «мудрость», полученную сверхъестественным образом. Один человек перевёл это как «озарение». Это те знания, которых нет в учебниках. Можно сказать, что это откровение. И здесь мы видим, что когда вы применяете библейские истины в своей жизни, она служит вам источником откровения и даёт особое понимание, сверхъестественную мудрость, как быть в той или иной ситуации. Библия — это книга мудрости. А в 16 стихе он продолжает и говорит, «Всё писание богудухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вы только послушайте, что он говорит о Библии. Здесь сказано «всё писание». Вот эта книга. Здесь имеется в виду Библия. «Всё писание», «вся Библия». А по-гречески слово «всё» означает «всё полностью, от корки до корки». То есть вся эта книга, всё, что в ней записано, богудухновенно или вдохновлено Богом. А что значит «богудухновенно»? Это греческое слово «теопнустос». Это составное слово, где первая часть «теос» означает «бог», от которого также произошло слово «теология». Но само слово «теос» означает «бог». Вторая часть этого слова происходит от слова «пнума». Это весьма распространённое греческое слово, которое используется в септуагинте, употребляется в Новом Завете, применяется в ряде других мест Священного Писания, и даже используется в светской литературе. Так что нам доподлинно известно, что оно означает. В библейском же контексте слово «пнума» использовалось для описания созидающей силы Бога. Например, когда в первой главе «Бытия» мы читаем о том, что Дух Божий парил над водами и творил. Для описания творческого процесса также используется слово «пнума». Таким образом, слово «пнума» может означать созидающую силу или творческую деятельность. В то же время, в ряде светских источников новозаветного периода также встречается слово «пнума», которое в первой главе «Бытия» означает «созидающую силу Бога». А в светской литературе это слово имеет два других, не менее важных значения. Во-первых, оно означало «аромат» или «парфюмерию». Это было некое душистое вещество «пнума», а этот аромат назывался «духами». Он наполнял ваш дом чудесным благоуханием, которое нельзя увидеть, но можно почувствовать. Итак, слово «пнума» употребляется в значении «аромат» или «благоухание». Это очень важно, особенно в контексте 2 Тимофея 3.16. Но это еще не все. Также слово «пнума» применялось как музыкальный термин и означало человека, который взял музыкальный инструмент, например, флейту, и поднес ее к губам, к рту. Он может сколько угодно двигать пальцами, но флейта не издаст ни звука и начнет звучать лишь тогда, когда он в нее дунет. Это дыхание описывалось тем же самым словом «пнума». И когда он подносил ее к губам и начинал дуть, в этот момент флейта оживала в его руках и начинала звучать, издавая звуки музыки. Греческое слово «пнума» означает источник звука или музыку. Итак, мы выяснили, что в Ветхом Завете и в светской литературе новозаветного периода слово «пнума» имеет три разных значения. Во-первых, оно означало созидающую силу. Во-вторых, это слово означало парфюмерию или аромат. И в-третьих, оно описывало звучание музыки. Но какая связь у всего этого с Библией? Сейчас узнаете. Это говорит нам о том, что когда мы применяем Божье слово в своей жизни, то, во-первых, оно наполняет нашу жизнь своей созидающей силой. Когда вы видите, что в вашей жизни царит хаос, возьмите в руки Библию. И если вы будете наполнять свою жизнь Божьим словом, то оно привнесет туда гармонию. Но и это еще не все. Также это слово означало парфюмерию или аромат. И если вы чувствуете, что от вас дурно пахнет, как будто что-то прокисло в вашей жизни, в семье, в служении, в церкви, в финансовой ситуации, во взаимоотношениях с окружающими, и если вам не нравится запах, который источает вашу жизнь, возьмите в руки Библию, потому что Библия — это аромат небес, это небесная парфюмерия. Начните изучать Библию, и когда Божье Слово войдет в ваше сердце, оно наполнит вашу жизнь божественным ароматом небес, проникающим во все уголки вашей жизни. Вот что происходит, если с головой окунуться в Божье Слово. Но и это еще не все. Это слово пнума также означало музыку. И если та музыка, которая звучит в вашей жизни сейчас, не очень нравится вам, начните наполнять свою жизнь Божьим Словом, и оно прольет музыку небес в вашу жизнь. В этот момент все меняется. Меняется окружающая обстановка, меняется ваше эмоциональное состояние, меняется ваше восприятие. Божье Слово наполняет вашу жизнь звуками или музыкой небес. Итак, во-первых, Библия служит нам источником созидающей силы. Во-вторых, она наполняет нашу жизнь ароматом небес. И в-третьих, она преображает звучание в вашей жизни, наполняя вашу жизнь, как и все то, с чем вы соприкасаетесь, музыкой небес. И все это сокрыто в одном единственном слове «пнума». Бог дунул, Бог вдохнул. Все Писание Богу духовенна. Это греческое слово «теопнустос». Есть еще кое-что очень важное. Приведу пример. Если я возьму воздушный шарик, что мне нужно сделать, чтобы его надуть? Я должен буду дуть на шарик или поднести шарик к губам и начать дуть в него? Если я буду дуть на шарик, я никогда его не надую. Но чтобы надуть шарик, мне нужно поднести шарик к губам и начать дуть в него. Я должен его надуть. Необходимо, чтобы мое дыхание попало внутрь шарика. И когда мое дыхание начинает заполнять шарик изнутри, с ним начинают происходить удивительные метаморфозы. В этот момент шарик принимает форму, постепенно надуваясь и увеличиваясь. Также это служит иллюстрацией греческого слова «теопнустос», переведенного как «богодухновенно», и объясняет то, каким образом Бог дал людям Библию. Те люди, те авторы, записавшие Божье Слово, начиная с Верхового Завета, стали своего рода инструментом в руках Бога, и через них Он вдувал в Писание Свою сущность, Свои чувства, Свою волю. Эти люди записывали Божьи Слова, а Бог дул в них, как музыкант дует в инструмент. Таким образом, вся Библия, от корки до корки, — это послание Бога, обращенное к человечеству и записанное людьми, в которое Он вдохнул Свою силу, чтобы слова стали живыми. Потом Он призвал нескольких людей записать Новый Завет, и они стали записывать его под Божьим вдохновением. Бог продолжал дышать в слова, фразы и продолжения, наполняя их жизнью и придавая им форму. Так появилась Библия, в которой Бог во всей полноте открывает Себя человечеству. Сейчас давайте вернёмся к нашему шарику. Теперь, когда я его надул, что находится у него внутри? Я. Там нахожусь я. Там находятся мои молекулы, которые придают ему форму. Точно так же Библия — это не просто книга о Боге. Это не просто книга, в которой какой-то умный человек изложил свои мысли. Но Библия буквально заполнена Богом. Сам Бог находится внутри неё. Точно так же, как мои молекулы находятся внутри шарика, можно сказать, что в Библии хранятся молекулы Бога. Она вмещает в себя Божью жизнь, Божью природу, Божью силу. Он сам находится внутри своего слова. Это не просто книга о Боге. Он сам находится внутри. Стоит вам её открыть, начать изучать и применять её принципы в своей жизни, и в этот момент вся жизнь Бога, которая содержится в этой книге, начинает действовать в вашей жизни. В этот момент происходит излияние Божьей силы, и ваша жизнь наполняется созидающей силой, небесным ароматом и звуками музыки. И не только это, но Павел ясно говорит, что в тот момент, когда Божье Слово начинает действовать в вашей жизни, то это полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Здесь упоминается несколько пунктов, но мне бы хотелось особое внимание уделить одному из них. Здесь сказано «полезно для исправления». Божье Слово приносит в нашу жизнь исправление. Мне нравится Слово «исправление», потому что оно не теряет своей актуальности в наши дни. А если вы проходите через трудные времена и чувствуете, что ваши обстоятельства буквально сбили вас с ног, то это Слово для вас. Слово «исправление» — это греческое слово, означающее человека, которого жизнь сбила с ног. Он упал и лежит. Жизнь так сильно его ударила, что сбила с ног, и он упал навзничь. Слово «исправление», которое здесь использовано, означает «взять лежащего на земле человека и помочь ему подняться, поставить его на ноги». Божье Слово обладает уникальной способностью снова поднять вас на ноги. Возможно, вы чувствуете, что потеряли точку опоры, что земля уходит из-под ног. Начните читать Библию. Не пренебрегайте Божьим Словом. Не забывайте, что в 14 стихе нам дано указание постоянно пребывать в Божьем Слове. А в 15 стихе мы читаем, что Библия даёт нам мудрость, греческое слово «софос», особое понимание, как быть в той или иной ситуации. А 16 стих указывает на то, что когда вы берёте в руки Библию, то в этот момент вся сила, которая сокрыта в ней, приходит в вашу жизнь. И даже если жизнь сбила вас с ног, Божье Слово обладает уникальной способностью помочь вам подняться. А если вы сейчас проходите через трудные времена, то Библия послужит вам точкой опоры и укрепит вас. Но и это ещё не всё. В 17 стихе написано, «Да будет совершен Божий человек», то есть мы с вами, ко всякому доброму делу приготовлен. В греческом оригинале здесь используется фраза «подготовлен полностью» или «оснащён совершенно», которые описывали корабль. Когда я был ребёнком, мой отец был рыбаком, и у него была лодка. Сначала у него была обычная лодка. Но когда у тебя простая лодка, у которой нет мотора и других приспособлений, то ты не сможешь поплыть на ней далеко от берега. Простая лодка не предназначена для дальнего плавания, и шторма она не выдержит. Но то слово, которое здесь используется, описывает не просто лодку, а лодку, которая оснащена или подготовлена. Здесь используется греческое слово, описывающее лодку, которая была доработана, и её довели до ума. И теперь у неё есть мотор, весла, различные снасти и приспособления. Она полностью преобразилась. И если раньше она бы никогда не выдержала шторм и не предназначалась для дальнего плавания, то теперь она так хорошо оснащена, что на ней можно плыть куда угодно. А благодаря своей оснастке она способна выдержать любой, даже самый сильный шторм. То же самое можно сказать и о том, благотворное влияние, которое Библия оказывает на нашу жизнь. Когда мы применяем Библию в своей повседневной жизни, она подготавливает нас к тому, чтобы мы могли дойти своё поприще до конца, снаряжая нас всем необходимым для дальнего плавания. Более того, Библия помогает нам преодолевать любые трудности, опасности, штормы и преграды, то и дело, возникающее у нас на пути. И теперь мы можем быть уверены в том, что мы всё преодолеем, потому что Библия снаряжает нас. Она подготавливает нас к любой ситуации, к любым трудностям, с которыми нам предстоит столкнуться. Второе послание к Тимофею 3.1. Павел начинает такими словами. «Знай же, твёрдо знай, ты можешь быть уверен, что в последние дни наступят времена тяжкие». Это слово «калипус», означающее трудные, опасные, тяжёлые времена. А в завершении своего послания он говорит, что всё будет хорошо. Вам незачем бояться, потому что у вас есть те ресурсы, то оснащение, которое поможет вам преодолеть все трудности. Друзья, я хочу вам сказать, что если у вас есть Библия, и вы применяете её в своей жизни, то она послужит вам источником созидающей силы и наполнит вашу жизнь ароматом небес, музыкой небес, она поможет вам снова встать на ноги, дойти до конца и одержать победу. Это то, для чего Библия нужна и вам, и мне. А наше время истекло. О Божьем Слове можно говорить бесконечно. Библия — это удивительная книга. Позвольте вам напомнить, что если у вас есть молитвенные нужды, то мы здесь ради вас. Мы верим в силу молитвы и будем рады, если вы сообщите нам о том, о чём мы можем за вас помолиться. Свяжитесь с нами по адресу на ваших экранах. А в заключении давайте вспомним слова Экклесиаста 8.4, который говорит, «Где Слово Царя, там власть». Библия имеет силу. И пусть Слово Царя высвободит свою силу в вашу жизнь сегодня. Увидимся в следующей программе. Ваша жизнь похожа на сражение? Вы побеждаете или отступаете? Благодаря книге Рика Реннера «Снаряжённые для битвы» вы сможете одержать победу уже сегодня. Апостол Павел сказал, когда дьявол выступает против нас, мы должны быть готовы встать и сразиться с ним в духовной битве. Это означает, что вы должны быть полностью оснащены для сражения с врагом. Облекитесь в духовные доспехи и все оружие Божье. Нанесите врагу поражение. Будьте снаряжёнными для битвы. В книге «Снаряжённые для битвы» паста Рик отвечает на глубокие вопросы, разбирая места писания о духовных сражениях, которые ранее неправильно истолковывались. На примере доспехов римских солдат проводится параллель с нашим снаряжением для духовных битв. Вникая в это всестороннее исследование, вы научитесь облекаться во всеоружии Божьи и поймёте важность положения каждой составляющей доспехов для победы над врагом. Из книги «Снаряжённые для битвы» вы узнаете, какое значение имеет духовное всеоружие, данное вам Богом. Кроме того, вы научитесь побеждать в духовной битве каждый день. «Снаряжённые для битвы» — это прекрасно оформленное издание, которое содержит достоверное библейское учение. Скачайте эту книгу бесплатно. Станьте победителем в жизненных сражениях, обновив своё мышление и заняв своё место во Христе. Не пропустите это специальное предложение. Прямо сейчас зайдите на сайт ignc.org и скачайте эту книгу бесплатно. Одержите победу в духовной битве уже сегодня. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнёров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество всё дальше отходят от библейского учения и всё больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библию или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнёров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу Земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнёром и помочь нам нести библейское пробуждение всё большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краёв земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнёром служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова